Внимание, друзья! Очередное видео называется «Тихая смена маток». В этом улике я заметил, что матка что-то стала пчелам не нравиться. И они решили заложить специальные маточники. Сейчас мы вам покажем специальные маточники, которые считаются высшего качества. Но я потом поясню, что не все они могут быть высшего качества. Но если матка не по генетическим проблемам больная, то маточники будут высшего качества. Это означает, что матка мало оплодотворилась, мало семян у нее осталось в запасе. И пчелы видят, что она очень неактивная. И они тогда срочно загоняют ее на специальный маточник и говорят «Матка, ложи яичко сюда». Она ложит туда яичко и они выводят запасную матку, которую усиленно всем ульем кормят и создают ей очень благоприятные условия. Это не просто роевые и не просто свищевые, которые аварийно. Это заранее подготовлено. И такие матки, как правило, высокого качества. И я на форуме смотрел пчеловодов, и пчеловоды всегда интересовались и спрашивали. И ответы были разные. Никто не мог точно сказать, как сделать матку высшего качества, потому что это настраиваются пчелы. Ну, сейчас я расскажу об этой ситуации, когда настроились пчелы заменить. Один маточник я уже вытащил отсюда и поставил отводок, где вывелась матка. И пчелы видят, пропал маточник. Решили опять, что к несколько заложили. На каждой рамочке по одному маточнику сделали. И это сразу видно, что это маточники на замену. Бывает два, бывает три маточника на рамочке. Но эта семья мудро поступила. Куда-то исчез один маточник. Давай мы их разложим по маточникам, по рамочкам. Итак, сейчас посмотрим, друзья, что тут творится. Так, одну в сторонку. Мы имеем два корпуса. Матку я поднял специально с расплодом на второй этаж. Мы ее можем найти и посмотреть попозже. Посмотрим попозже. А сейчас этот корпус просто-напросто мы отставим. Эта матка как золотое дно. То есть отсюда вы можете отбирать маточники на эти самые, на отводки. И отставлять отводки делать постоянно. И это будет у вас очень хорошие маточники. Не обязательно их выводить, покупать. То есть эти маточники у вас будут иметь прекрасный успех. Смотрите, пчела тут наверху собралась. Ну, как говорится, много летной пчелы. Мы их немножечко успокоим. Вода их успокаивает очень хорошо. Они тогда перестают дергаться. И пока они это самое обсохнут. Сейчас жарко до 30 градусов жары. Сбрасываем их назад. Но там, конечно, ходить не будем. Вот, потому что ходить там не надо. Вот. А здесь мы их еще побрызгаем. Это семейство. Это только дождь прошел. Поэтому вся летная и нелетная здесь. И мы решили это самое. Все-таки показать вам, как оно работает. Они взлетают, садятся на... Теплая погода такая, парное молоко, как можно сказать. И сейчас мы их еще поддымим, чтобы они метку взяли. Чтобы нам спокойно можно было работать. Итак, это дымарь поставлю сюда. У меня сынок тут снимает. Оператор молодец, помогает постоянно. Вот. И мне настраивает видео. Так что смотрите, пожалуйста, будете иметь успех. Итак, смотрим первую рамочку. Ищем маточник. Эта рамочка, сейчас поглядим, медовая была. Но они на ней заложили маточник. Вот. Сейчас поглядим. Да, вот он, пожалуйста, посмотри. Вот. Тут яичко было. Они его удлинили. Удлинили этот маточник. Вот. Вот он. Куда ты смотришь? Вот он, он, вот он. Видно, да? Вот, посмотри, внутрь там яичко есть. Чей молочко белое. Видно? Внутрь, видишь, вот оно. Молочко видно, да? Этот маточник еще не запечатали. Они по периодам позже. Видите, какой он? Он висит сбоку, по центру. И висит специально. Не как с вещевой. Видите? По центру и хорошо отстроены. Такая мисочка полузагнута. Вот. Он пригодится мне на... Или здесь его оставлю, или отставлю в другой. Как только запечатает, я его отставлю в нуклеус. Прямо вместе с рамочкой с пчелами. Пчелы его сохраняют, ожидают. И в смысле пять дней пройдет, тогда можно его отставлять. А сейчас они еще его не запечатали. Но у меня были тут еще рамочки, которые уже матки были почти запечатаны. Уже прошло пять дней. Поэтому я смотрю, если есть, мы их заберем. Это я подставлял рамочку с засевом. Видите, там червячки внутри, по центру. Видишь червячки? Ну, ничего не видно. Вот сюда на солнце, давай. Вот они. Вот, видите, блестят червячки. И вот он червячок лежит. Видите? Видно, да? Вот он. Не знаю. Вот он. Вот, вот. Вот это эрия был засел. Потому что я заберу расплод. А пчелы сейчас матка. Я отставил на второй этаж. Вот еще, посмотри, червячки. Хорошо видно. Вот они, вот она. Видишь, вот эта эрия. Вот эрия. Короче, вот так вот матка. И вот она эрия. Вот это вся эрия червячки. Это я подставил. Здесь матки нет, потому что я отставил его во второй корпус. Эта рамочка останется здесь для сохранения семьи. Потому что мы будем забирать эти самые, как его, маточники с рамками и с пчелами. И с печатным расплодом. То здесь они как раз за 6 дней, червячки и маточки останутся. Итак, друзья. Вот это вот тоже было печатной. Она сейчас тяжелая, с медом. Вот, смотрим. На ней ничего нету. Маточников нету. Вот. Я не вижу здесь маточников. Это просто медовая она будет здесь сохраняться. Вот. Или же можем ее отставить с маточниками. Ну, вторая рамочка пойдет как прикормка, как говорится. Для тех пчел, которые останутся. Это очень хорошая и пыльца, и мед есть. Можно подставить ее. Вот это вот. Тут у меня сейчас поглядим, что у нас. Вот. Пожалуйста. Очередной маточник. Он похож. Он похож на роевой. Но он один стоит. Видите? Один стоит. Неплохой. Большой. Большой, видите, стоит один. Больше нету на этой рамке. Видите? Расплод с этой стороны. Вот. И расплод с этой стороны. Больше нету. Видите? Пожалуйста, всю рамочку осмотри. Вот. Расплод есть. Маточник один единственный. Расплод запечатывает. Эту рамочку нам можно отставить. Она с медом по бокам. С расплодом. Вес имеет тяжело. Попробуем отставить. Пойдем отставим. Уже раз маточник запечатан, и мы ее отставим, то проблемы иметь не будем. Итак, отставляем. В этот нуклеус мы отставили друг вперед. А сейчас отставляем здесь. Поставили, значит, так. Вот смотри сюда. Вот маточник на замену. Очень хороший маточник. Отставляем его вот так, чтобы его можно было согревать. Вот. В дальнейшем дадим сюда еще эту самую рамочку сейчас с медом. Сейчас посмотрим, что у нас еще здесь есть. Я думаю, что у нас еще есть. Это мы уже два маточника заметили. Тихая смена матки. Это очень хорошая вещь. Как видите. Вот здесь тоже расплод я подставлял. Посмотри, видно червячки внутри. Это я подставил специально на замену. Две рамочки мы заберем. А яички я подсунул. И они выведут расплод. Видите, запечатали медок. И будет запас. Рамочка, как говорится, вместо того, что мы забрали, как говорится. То есть семья не ослабнет. Потому что заранее, если я вижу, то можно подсунуть сюда пару рамочек яичек. И пару рамочек забрать. И эта семья практически... Ну, чуть-чуть она с опозданием будет. Ну, пчела выйдет все равно. Вот еще один маточник. Пожалуйста, посмотрите. Кто скажет, что это роевой? Это не роевые. Семья маленькая. Тут роится некому. Вот маточник. Видите? Очень хороший маточник. То же самое отставляем. Расплодик есть. Медок есть сверху. В общем, для начала годится эта семья. С этой стороны нету больше маточников. Это расплодик, видите. И засева нету. Это старая рамочка. Вот пчела даже выходит. Вот он носом ковыряется. Много молодой пчелы, как говорится. И эта семья как раз пойдет. Сверху вот медок с боков. Для начала годится. Вот еще один маточник, который годится, как тихая смена. Он идет. Это тихая смена сто процентов. Эту ставим в другую нуклеус. Другой нуклеус поставили. Итак. Что у нас тут? Подвинем чуть-чуть. Опс. Наоборот, наверное. Нет, одинаково. Окей. Итак, смотрим еще. Это с расплодом. Старый расплод. Матки на выходе, медом заливают. В смысле, пчелки на выходе, медом заливают. Нету больше. Нету. Все. Нема. Остался один на медовой. Один на медовой остался. Итак, смотрим здесь, что у нас во втором корпусе. Дымарь возьмем. Сейчас подымим чуть-чуть. Вот. Пчелки сбежали. Потому что мы подымили. Посмотрим, где тут наша маточка. Для чего я оставил маточку на второй этаж? Чтобы пчелы ее не убили, когда выйдет другая матка. А то они ее могут убить. И меня эта маточка, так сказать, пропала. Вот. Обычно они убивают. Вот. Здесь ничего не вижу. Пока. Куда она сбежала, не вижу. Но мы пока посмотрим. Сторонку поставим. Вот такие у меня плечики. Вешают временно рамки. Когда смотрю, чтобы не ставить на пол, как говорится. Подымил сильно. И она, возможно, вот здесь сидит. Я здесь ставил с расплодом. Да. Сейчас глянем. Да, вот тут расплодика немножко. Тут должна быть матка. Сейчас мы проверим. Да, есть засев. Яички. Вот маточник новый заложили опять тоже. Они видят, что матка сюда сбежала. Вот они заложили маточник. Сейчас мы глянем, есть тут яичко. Че нет. Да. Что-то там. Посмотрите, пожалуйста. Видите, яичко есть. Заложили очередной маточник на замену по центру. В общем, эта матка у меня как золотое дно, как говорится. Вот еще один маточник на замену заложили сверху. Видите? Вот он. Сейчас посмотрим. Они его поправят. Но это не, это просто мисочка. Ее еще нету тут. Вот матка сидит. Вот она. Вот она. Видите, они ее спрятали. Это плотная матка. Вот она. Видите? Вот она. Она не сильно большая, сеет. Ну, а пчелы усмотрели, что она плохо делает. От нее я уже вывел один маточник. Матка очень хорошая, крупная, сеет хорошо. Поэтому я решил ее употребить для вывода очередных маток для тихую смену. Матка есть. Это не на роение. Как видите, семя небольшая. Вот. На роение она вряд ли пойдет. Вот. И тихая смена. Как я вам уже показал. Сейчас они это поправят здесь все. Вот. И будет все нормально. Итак. Чтобы нам дальше сделать, что мы будем делать дальше? Мы матку оставим здесь. Или можем туда пустить. Это наш чойс. Ну, лучший вариант, я считаю, оставить здесь. А вот эту рамочку, где они заложили, это самое, как говорится. Яичко. Вот. Они поправят яичко. И будет все нормально. Вот. Итак. Матку я беру. Ставлю назад. Пожалуйста. Где она тут у нас? Вот она сидит. Смотри сюда внимательно. Беру закрылочки. Поставил я ее сюда на носок. Она побежала. Вот она побежала. Видите? По сотику. Вот она. Вот она. Пошла здесь внутрь. Эту рамочку мы просто отставляем еще сюда. Вот. Она будет для вывода нам следующего маточника. Для тихой смены. То есть это очень-очень удобная штука, если у вас появилась матка. Итак, друзья. Мы посмотрели видео, которое пчелы делают сами. Тихая смена матки. И они выводят эту матку более качественную. Как можно отсаживать эти маточники, отставлять, как можно содержать матку отдельно на втором этаже. Это вы можете видеть на этом видео. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Если вам понравилось, задавайте вопросы. Есть еще варианты тихой смены, которые может сам человек спровоцировать на эту тихую смену, чтобы завозить такие маточники. Эти варианты. Это подрезают или переднюю лапку, матка начинает хромать. Или заднюю лапку. Особенно качественной матке, которая нравится пчеловодам. И она начинает хромать задняя, она не может положить яичко. Она все время дергается, скандыбает. И пчелы видят, что она проблему имеет. И они тогда тоже закладывают тихую смену матки. Есть и еще варианты тихой смены матки. Это более те, которые качественные, в смысле быстро реализуемые. Есть менее реализуемые варианты, когда пчелы смотрят, что матка исчезла. А потом опять появилась. И это иногда пчеловод может забрать матку на пару дней. Потом на пару дней назад пустить. То есть оставить со сводком, назад пустить, опять пустить. И в таком случае пчелы тоже могут заложить маточник тихой смены. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь, если есть вопросы. Задавайте. Снизу можете страничку посмотреть, где можно выписать различные клеточки и тому подобное пчеловодный инвентарь. Удачи вам. До встречи.